Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер 23. Жизнь еврейского Пи, глава КТЦ. В 2012 году произошла экранизация известного произведения Яна Мартелла «The Life of Pi» «Жизнь Пи» или «Хаей Пай», где Пай подразумевается имя молодого героя Пи Пателла В традиционном индийском дуэте «Мальчик» и «Тигр» наедине, что-то вроде «Маугли», в данном случае Пай, остаются в живых после кораблекрушения. Он и «Тигр» и на лодке, они переплывают через Тихий океан и приплывают в Америку, выживают, не съев друг друга. Эта история очень напоминает о судьбе другого Пи. Не индийского подростка, а еврейского Пи, которая сначала исчезла в Тихом океане Забытья. И потом, благодаря современным археологам, была возвращена к жизни и к еврейской литературе. В нашей недельной главе Тор описывает ситуацию, что есть человек один, мужчина, у которого есть две жены. Одна любимая, другая нелюбимая. Обозначим нелюбимую вот так вот. И каждая из них родила ему сына. Сын нелюбимый старший, сын любимый младше. И будет, когда наследуют его его дети, говорит Тора, Сына, первенца своего сына, нелюбимой жены, он должен признать. Он должен дать ему Пи Шнаем из всего, что есть у него, потому что он, начало его силы, ему принадлежит право первородства. Текст, в принципе, очень понятный, за исключением фразы Пи Шнаем. Пи Шнаем. Ну, в этой фразе нам, в принципе, понятно слово Шнаем. Оно означает два. А вот что означает наша многострадальная Пи? На современном иврите это слово означает во сколько-то раз. То есть, Пи Шнаем будет в два раза, Пи Шалош в три раза, Пи Эсер в десять раз. То есть, оно подразумевает некое умножение чего-то на что-то. Однако, если мы посмотрим в арамейские переводы Торы, то они переводят Пи Шнаем несколько по-другому. Так, допустим, Таргум Онкилус переводит Пи Шнаем Тартейн Халакин, что означает две части. Если мы посмотрим на другой перевод псевдо-йонатан, там тоже переводится Трейн Хул Кин. Две части. На оба арамейских перевода задается важный вопрос. Две части из скольки? У нас есть числитель. Каков знаменатель? Из ста две части он должен взять, из десяти, из двух частей, две части он должен взять. Каков знаменатель? Понять это можно, только будучи знакомым с греческой и больше даже, может быть, римской математикой. Когда записывались дроби, упоминался только числитель, подразумевалось, что знаменатель на один больше. То есть, если знаменатель пропущен, значит, он на один больше, чем числитель. То есть, две трети. Вот что нам говорит Таргум Монкилус и Таргум Псевдо-Йонатан. Перевод Пишнаем две трети. Вернемся к нашей строчке. Говорит Тора, пусть товарищ, сын нелюбимой жены возьмет две трети. Получается, другому сыну достанется одна треть. Обратим внимание на вопрос, который на эту строчку задает Рабьяков Мекленбург, величайший автор книги Ктавы Акабала, где он говорит, арамейские переводы называют две части. И, поверьте, Рабьяков Мекленбург сразу понимает прекрасно, что две части это две трети. Потому что в Талмуде везде, и в Мишне, и в Геморе используется такой способ выражения дробей, и понятно, все знают, что это две трети. Говорит Рав Мекленбург, там написано, получается, пишнаем из всего, что есть у отца, две трети из всего, что есть у отца. Но, извините, это что тогда получится? Если есть пять братьев, отец оставил им 300 золотых червонцев, получается, что первый сын получит две трети, то есть 200 золотых монет, а на остальных четверых братьев останутся 100 монет, то есть каждый из них получит по 25 монет. Старший первенец получит 200 монет, а остальные братья по 25? Но это же совсем не то, как это объясняется в талмудической литературе, говорит Рав Мекленбург. То есть у него проблема с таким арамейским переводом, и он пытается его разрулить как-то по-другому. Давайте посмотрим, что нам говорит Талмуд. Талмуд говорит пишнаем, тано рабанан, учили наши мудрецы, как понимать эту фразу? Говорит Талмуд эйн йо деим пишнаем, я не знаю из того, что Тора говорит пишнаем, это относится по отношению к другим братьям, надо рассматривать эту дробь, или же надо рассматривать ее по отношению ко всему имуществу отца. Тора говорит, и будет в день, когда унаследуют дети его имущество своего отца. Получается, Тора подчеркивает, что каждый из детей должен получить значимое наследство. раз так, мы должны рассчитывать пишнаем первенца в соответствии с остальными братьями. Давайте обратимся к нашей диаграмме здесь. Посмотрите, что Талмуд нам говорит. Талмуд, судя по всему, не спорит, что пишнаем означает две трети. Единственное, что Талмуд говорит, две трети это всегда во всех случаях абсолютная дробь, цифра точнее, даже если есть 10 детей или 20 детей и первенец получает всегда две трети, а все остальное поровну делится между остальными. Это был бы один из вариантов понимания этой срочки. Или же две трети в конкретном случае упомянутом Торой, где есть всего два сына. Там первенец получает две трети, значит, другой получает одну треть. Получается, что первенец получает в два раза больше, чем другой его брат. И вот это Аллаха выбирает как принцип разделения имущества отца. Будь ли 10 братьев, будь ли 30 братьев, первенец получает в два раза больше, чем каждый из остальных братьев. И это принимается как закон. То есть, из всего этого мы видим, что пишнаем это две трети. Из этого получается, поскольку шнаем это два, получается, что пи это одна треть. Очень интересная информация. Дело в том, что из тысяч слов в Торе, в Танахе, в котором используется слово пи или какие-либо его производные, во всех случаях, кроме трех, пи означает уста или производные уст. Допустим, лезвие называется устами меча, в соответствии с указанием кого-то называется лифи зе. Так или иначе, все является производным слова уста. Однако, есть три исключения из этого правила. Первое исключение в нашей недельной главе, которую мы только что с вами посмотрели. Второе исключение это когда Элиша Анови, пророк Элиша, просит у своего учителя Ильяу Анови, используя то же выражение, Ильяу Анови дал ему пишнаем от своего божественного духа. И третье место это загадочное слово пим. Хочу поделиться с вами объяснением этого слова тоже. Дело в том, что было время, когда флистимляне доминировали над еврейским народом, и они наложили экономические санкции на еврейский народ, включая военные предприятия еврейские. В древности военным предприятием были кузницы, кузни, потому что можно было изготовить оружие. Поэтому у евреев не было кузней, не было кузнецов, и они должны были для заточки своих совершенно мирных орудий труда, как плуга, серпа, грабли, косы, топора, ходить к плештим. И говорит строчка Вагаита Хапцира и была заточка Пим, слово, перевод которого никто не знал до недавнего времени. Никто, никто за последние две тысячи лет. И была заточка Пим для Сахи, для заступов, для трезубца граблен по-нашему, для топоров и для заточки рожна, серпа. Что такое Пим? Все знают, что это мера веса и поэтому современные переводы как на русский язык, так и на иврита, так и на английский язык, как еврейские, так и нееврейские переводы пишут и была цена заточки Пим. Однако, если мы посмотрим, что творилось до того, как археологи раскопали этот Пим, то мы с вами увидим невероятные вещи. Греческий перевод дорогая Септуагинта, это перевод не Торы, это перевод Танаха, поэтому не нужно утверждать, что это переводили какие-то 70 мудрецов, Талмуд говорит только о Торе, но здесь несколько удивительных вещей. Первое, что говорится, и было во время сбора урожая, ну вообще-то у нас здесь нету слова урожая, на иврите Пцира, это заточка, такое впечатление, что переводчик понял это слово как Бцира, что означает сбор урожая, перепутал букву, бывает, но дальше у него начинается еще интересней, он говорит, что стоимость орудий труда, так он переводит, была 3 шекеля, то есть он пытается сказать, что евреи ходили к палестинцам, чтобы купить у них новое оружие, орудие, а не затачивать старое, так понимают это септуагинт, и единственная проблема в том, что трех шекелей, которые так красочно говорит греческий перевод, трейс секлои, три шекеля, нету в еврейском тексте, такое впечатление, что слово шалош в трезубце было взято как три, а килшон слово, ну, трезубец, ше, судя по всему, было поставлено перед к, и получилось шалош шкелон, три шекеля и так далее. Уже авторы русского синодального перевода поняли, что что-то тут напудрено, и даже они, в принципе, перевели совершенно неправильно, но у них есть своя логика. Когда сделается щербина на острие усошников, заступов, вил, топоров, или нужно рожон поправить. Все. Не описывается, что при этом нужно было делать, или кто чего кому платил. Такое впечатление, что вот острие, вот это слово, это авторы синодального русского перевода, они использовали слово пим, от слова пи уста меча, лезвия меча, и пытались в этом направлении перевести. Довольно интересная попытка, заслуживает бесспорно уважения, хоть и результат неправильный. Однако, стоит ли нам наезжать на синодальные переводы или на септуагинту, ни один из классических еврейских комментаторов не объяснил эту строчку правильно. все они, начиная с самых известных до самых малоизвестных за последние две тысячи лет объяснили слово пим как камень для заточки. То есть, те из евреев, которые не хотели ходить к плещим, брали известняк, как пишет Раши, лайм, что означает известняк, и затачивали им свои топоры, саху и другие инструменты. Что, в принципе, тоже попытка объяснить это слово, но попытка, в принципе, как оказалось потом, не совсем то, что имелось в виду. А археологи нам здесь помогли. Вот, пожалуйста, меры еврейского веса. Вот маленькая, очень интересная для нас. На кта в евре здесь написано БК. Если посмотрите, это русская буква Б, перевернутая просто. Это КЮ, КУ. Буква, вот ее кругляшок, вот ее палочка, а это Айн, это глаз, это буква Айн, вот это Бека, это пол шекеля, это то, что Тора обязывает каждого еврея давать, как в Бет-Амикдаш. Обратите внимание на вес, все, что было откопано, все Беки, которые были откопаны в Израиле времен второго, извиняюсь, времен первого храма, времен судей и так далее, они все где-то около пяти с половиной грамм, что и есть в принципе реальный махацит Ашекель. Обратите внимание на следующий, на следующую меру веса, она называется Пим, и вот это как раз есть наш Пим из нашей строчки, который нигде в Танахе не упоминается, поэтому впал в забытие. Вот это буква П, уста, вот это Юд, что означает Яд, рука, а это Мем, буква Мем, Маем, вода, то есть Пим, понятно, никаких софитов ни в первом храме в его начале, ни во времена судей не существовало, евреи писали другим шрифтом вообще, вот это вот Пим. Вот следующая вещь Незев, русская З, если вы захотите обратить внимание, они, кстати, русский алфавит и латинский алфавит и греческий все происходят от вот этого алфавита, он называется Ктав Иври, еврейское прописание в академических кругах называется финикийские буквы, Незев в Танахе вообще, как мера веса, нигде не упоминается, при этом, вы видите, такая вещь существовала, вот один шекель, обратите внимание, как пишется единица по-еврейски, вот символ шекеля, для тех товарищей, которые живут в плодах чьей-то фантазии и воображают, что гематрия, то есть замещение букв, использование букв еврейского алфавита для выражения цифр, это существовало со времен Мошерабей, но является еврейской, библейской древностью, они, наверное, будут приятно удивлены, увидев, что евреи использовали совершенно другие символы для обозначения цифр, было что-то вроде римских цифр один, два и так далее, варианты руки и пальцев, вот, пожалуйста, восемь шекелей, видите, восемь, скорее всего, четыре пальца, буква Т, как тайм-аут, который показывает рефери или показывает судья в футболе, то есть, это некие вариации руки, вот это так изображалась цифра восемь у евреев, вот он, наш Пим, если вы посмотрите на вес Пима, он около 7,6 грамм, а шекель где-то 11,5 грамм, шекель времен первого храма, времен судей, если вы посмотрите пропорцию, то Пим это две трети шекеля, поскольку Пим это множественное число, по Талмуду минимальное множественное это два, да и без этого, скорее всего, из-за того, что здесь стоит буква Юд, а на камне ненужные буквы не писали, если просто множественное число буквы Юд и буквы ВАВ пропускали в камне Писи, во всех раскопках это довольно наглядно видно, поэтому, если бы это был бы просто Пим, то, может быть, Юд не стояло, очень может быть, что это не Пим, а Паим, что означает два Пи, как мы видим, это две трети шекеля, опять, получается, две трети шекеля, это Пим или Паим, получается, что Пи это одна треть шекеля, вот, пожалуйста, второе место, откуда довольно наглядно видно с помощью археологии, что Пи опять является одной третью, вот такая вот интересная судьба у этого слова Пи, которое исчезло на более двухтысячелетний период и в Тихом океане забытья, но при этом тигр путищ забытья, который пытался съесть наше Пи, не победил, благодаря благословению Всевышнего, и который позволило раскопать все эти интересные находки археологические, значение этого слова всплыло на поверхности и используется широко как в академическом мире, так бесспорно должно широко использоваться в понимании вот таких вот редких непростых слов в Торе. Хочу закончить еще одной фразой, где тоже есть Пи, хоть оно и означает слово уста, но в данном случае это будет символично. Пусть славу Всевышнему произнесет Пи, и пусть благословит всякая плоть его имя святое во веки веков. Спасибо большое за внимание, с вами был Барух Юабов.